Сканерная модель гравитации — это новая теоретическая модель, которая явилась ключом к решению целого ряда задач. Вот, например, это задачи, которые Академик Биттсборд включил в список наиболее важных задач. Это все задачи физика, которые, так сказать, относятся к космосу и гравитации. Вот ключевые слова сделают тут гравитация, квазары, гамма-всплески, яркие радиоисточки, черные дыры, гравитационные волны, темная материя, темная энергия, антигравитация, физмологические картины. Там, конечно, есть еще подробности, но это основные. Это скалярная модель, построенная на трех постулатах, об эквивалентности энергии массы, и от зависимости эталонного длины и времени от гравитационного потенциала. В принципе, антибиот обоснования и экспериментальны эти зависимости. Поэтому здесь просто короткий доклад, а в статье вы сможете найти все с подробностями. Она будет опубликована с пороги трудов. Значит, смысл третьего постулата состоит в том, что по мере приближения источек гравитации Эталон длины сжимается, а, значит, это время замедляется. И коэффициент замедления, вот, Е-секи-минфи или его хороший Z, обозначен буквой Z, поскольку он, в общем, определяет красное смещение, излучение исходящего из коллапсировавшей свеции и пространственной свеции. В основном, это комплексовое освещение. Здесь безразмерный потенциал, Φ, который равен обычному, делим монасты квадрату. Значит, вот на рисунке здесь, да, обычно деформацию пространственного времени удобно рассматривать на фоне плоского, недеформируемого пространства времени. Вот на рисунке здесь показаны орбиты, расстояние между которыми равно эталону длины. В плоском пространстве этот эталон не меняется, а в реальном пространстве он сжимается по мере приближения к источку кардитации. Поэтому и длина окружности будет не равна 2 метров, а здесь будет выведен эффективный радиус. А почему это перестащило? А, потому что с самопроизвольностью произошло. Значит, покажем, что сила тяготения возникает как следствие замедления времени. Вот эта часть формы. Представим, что источник световой волны расположен на башне, а приемник на земле. В силу принятого постулата время на башне течет быстрее, чем на земле. Поэтому одно и то же число волны, которое ислучил источник или принят приемник, будет принято за меньшее время, чем оно ислучено. Поэтому частота возрастает, и эта формула, в общем, такая же, практически такая же, как и в общей теории относительно. Ну, она же подтверждена, и опыт аналогичный сотрудник Гарвардского университета. Ну, неважно. Они с помощью эффекта Москвауэра действительно подтвердили этот эффект. Это еще в 60-е годы. Это подтверждено. Теперь, значит, частота волны Дебройля, а значит, и полная энергия частицы тоже зависит от потенциала, потому что они тоже попадают с более медленным течением времени. Теперь, если мы хотим получить поражение DC, мы должны продифференцировать энергию по радиусу. Это будет сила тяжести. Вот, если мы дифференцируем это выражение, то оно снова становится на то же выражение на производную степени, то есть ДФИ-ПДФ. Теперь мы заменим, снова вспомним, что ответ Фи безразмерная, равно обычная, деленная от С квадрата, и мы получаем массу, умноженную на ускорение, или напряжённую на 40. Вот мы получили выражение, знакомое выражение для силы тяжести, исключительно из постулата о замедлении времени. Найдём выражение для потенциала. Для этого мы запишем напряжённость поля как плотность силовых линий, а потом как градиент потенциала. Значит, мы должны учитывать, что поверхность измеряется сжатом эталонной длины, в Z раз сжатом. Значит, поверхность будет в Z квадрат раз больше, чем при измерении обычным, не сжимаемым эталоном длины. Поэтому поверхность содержит где-то множество Z квадратов. Мы можем ввести эффективный радус, чтобы эта запись была более привычной. Эффективный радус? А теперь мы вот это выражение подставляем сюда в знаменатель, и после сокращений получаем вот это выражение для напряжённости поля. Это мы получили как плотность силовых линий. А теперь напряжённость поля как градиент потенциала. Вот здесь dφPdr записано как производное в сложный путь. dR0Pdr в соответствии с третьим постулатом может быть записано через вот этот процент Z. И нам остаётся приравнять два выражения для одной и той же величины. После сокращения одной экспоненты, а также разделения перемен, а здесь переменная умиляется в потенциал и R0, мы получим уравнение. Вот это уравнение. То есть механизм получает уравнение понятно, простое. Записали двумя способами и напряжёнство. Вот это выражение в скобках — это половина гравитационного радиуса. Мы её обозначим через R минимум. Дальше будет ясно, в чём. Проинтегрируйтесь, легко интегрироваться. И вот экспоненты снова экспоненты. А 1 на R квадрат будет 1 на R. И, конечно, R и минимум. 1 — это константа интегрирования. Она в графстве из условий нормировки. Она до конца, но без качества он должен по условию обращаться внимания. Это так принято. Значит, нам важно, что вот эта величина Z получила вот такое выражение. И теперь мы можем записать удобное выражение для эффективного радиуса. Вот это его определение. Эффективный радиус. Подставляем сюда выражение для экспонента, которое мы получили. Умножаем на R0, сокращается здесь, а здесь вот так. Получается такое выражение. Понятно, да? Откуда появился R-миниум в эффективном радиусе. Причем R-миниум — это же величина, которая зависит только от массы. Остальное — константа. Поэтому эта величина при коллапсе остается не менять. А R0, прикол, стремится к нулю. Значит, эффективный радиус не стремится к минимальному значению. Вместе с этим все геометрические и физические характеристики коллапсары, они тоже стремятся к конечному значению. Для нас важно будет, что давление стремится к конечному значению. Гравитационное давление. Потому что размер уже предельный. А вот есть такая величина Z, которая неограниченно растет при коллапсе. То есть, пока его нулевое сжимается, к нулю стремится, то неограниченно растет первое слагаемое. Поэтому Z расчет неограниченно. Однако есть механизм остановки коллапса. Он связан с внешним излучением. Излучение дальнейших звезд падает и получает усиление в Z-раз. Ну, это мы видим, что мы уже... Так, здесь будет работать мышка. Так, да, так работает. Так, значит, энергия кванта будет расти в Z-раз. И, в результате с внешним излучением, она тоже неограниченно растет. А вот время поглощения фотонов, наоборот, сокращается. В соответствии с третьим посылатом. И копытница на Z. Энергия растет, а время сокращается. Поэтому мощность растет, как Z-квадрат. И температура коллапса на кредитовом внешнем излучении растет неограниченно, пока идет коллапс. А вместе с ним растет и внутреннее радиационное давление. Есть довольно другие механизмы давления, но они слабее. Поэтому я рассматриваю только это. И вот наступает момент, когда радиационное давление становится равным к гравитационному, которое ведет до конечного предела. Поэтому оно не растет на бесконечности. А радиационное растет. И наступает на станок у коллапса. Итак, эти коллапсары это объекты с конкретными физическими характеристиками. Поэтому мы можем оценить, например, предельную среднюю плодность коллапсара. Мы для этого массу коллапсара делим на объем. Предельный объем. Это предельная плодность, поэтому и не предельный объем делим. И у нас в знаменателе появляется величина r в кубе, которая пропорциональна массе. В третьей серии тоже. Поэтому и плотность получается обратно пропорциональна квадрату массы коллапсара. То есть легкие звезды сильно сжимаются, а тяжелые слабее. И если мы посчитаем среднюю плодность для нашей Вселенной, коллапсировочной, вот предельная, какая может быть средняя плодность, то она оказывается 10 минус 26 килограмм на губа метра. Такая, как сейчас современная свинка. То есть наша Вселенная находится на поздней стадии коллапса. А вот самую высокую среднюю плодность имеет как раз коллапсар с минимальной массой, равной пределам Геймера-Волкова. Ну, я по разному оценил. Я вот здесь написал 10 масс Солнца. Это может быть, это не точная оценка. Я это сделал еще, чтобы определить максимальную плотность коллапсировавшего объекта. Она оказывается превышающей плотность ядерного объекта. Ну, в общем, ядра. Но и нейтронные звезды тоже, мне кажется, превышают плотность ядерного объекта. И мы не знаем, конечно, сопротивление этой материи уже ядерной. Поэтому вот эта оценка показывает, что далеко, конечно, мы не уходим от плотности ядерного объекта. Но важно, что это все получается с конечной величиной. И, значит, у нас исчезает противоречие с квадромеханики, которая запрещает даже электрон иметь нулевой фазовый объем. А вовчей теории относительности сжимается звезда в нулевой объем, и, понимаете, поэтому и фазовый объем получается равный нулю. Было всегда это рассогласовано. Квантомеханика не думала об этом, а специалисты по гравитации, они не думали о квантомеханиках. А вот это здесь все срелусовалось. Так. Теперь мы имеем возможность объяснить яркие радиоисточники. Что это такое? Достаточно предположить. Вот я конкретный радиоисточник, который в созвездии Лебедя был. У него есть яркостная температура, здесь в 16 градусов Кельвина. И длина вот этой, максимума, ляндоми, максимум, она 30 сантиметров. Вот, чтобы получить такой скректор с такой температурой, и яркостной температурой, и максимум так расположенным, достаточно предположить, что скалактировавший объект имеет температуру 5 на 10 седьмого Кельвина, и Z, красные смещения, излучение, которое выходит оттуда, 5 миллиардов. То есть красные смещения у скалактировавших объектов очень большие. И они гораздо больше для мелких звезд еще. А это только для огромных. Вот центральных, для черноты, вот такие, там, получается Z большие. А то есть маленькие такие. А на самом деле они еще больше. То есть миллиард — это... Вот эта величина, подтвержденная существованием ярких радиоисточников, мы ее используем сейчас с большим удовольствием для объяснения природы кваза. Но сначала мы рассмотрим мысленный эксперимент. Представьте себе, что по вертикальной трубе переменного сечения, как показано на рисунке, течет жидкость. Скорость опускания больше, чем предподъем. Поэтому релятивистская зависимость и масса от скорости приводит к тому, что каждый моль жидкости при опускании тяжелее, чем при подъеме. Поэтому работа силой тяжести на замкнутом пути отлично от нуля. Это единственное поле, которое обладает непотенциальностью. Оно непотенциально. Поэтому я не мог из-полагранших механизмов использовать. Я не могу написать потенциальную функцию в поле, которое меня есть специально. Хотя формально я это тоже сделал, но зачем так? Аналогичный процесс, но в огромном масштабе происходит в окрестностях квазара. Что там происходит? Там есть поток метеоритов. Падочный квазар. Потому что квазар, как правило, в центр галактики расположен, где очень много пыли, там и множество слез и все. Так вот этот поток приобретает этническую энергию в миллиард раз больше энергии покупки. Соответственно, это порядка гамма-фактора получается. Там чуть-чуть, маленькая очень разница. Энергия электронов при этом достигает 500 тераватт, теравольт. А протон 10 шестой теравольт. Огромная энергия, какие на ускорителе это не дают. Так, столкновение, естественно, сопровождается множественным рождением частиц и квад. После спроса энергии масса вещества уменьшается в миллиарды раз, приближаясь к массе покоя. И вот это, так сказать, излучение, распыленное уже вещество, легкое, выдавливается излучением вновь в область наливого потенциала. Поэтому совершается огромная работа. Образно говоря, вот падает танк, а поднять надо нам миллиграмм обратно. Он потом снова набирает скорость, снова превращается в танк. То есть, понимаете, здесь, в общем, это нарушение в законе сохранения энергии, как и в мысленном эксперименте. Но мы потом покажем, что стерео-минютер это все доступно. Ну, теперь аспекты квазара. Значит, столкновение метеоритного потока с квазаром создают тормозное излучение. Известно, что максимальная энергия тормозных квантов равна кинетической энергии электродов. Вот эта кинетическая энергия, здесь вот так вот будет полная энергия, а минус единица будет кинетическая. Ее можно примерно записать вот таким образом. Потому что единица, по сравнению с ефти-минютер, ефти-минютер, это миллиарды. Поэтому единица здесь может появиться. При выходе из потенциальной ямы, энергия квантов уменьшается в соответствии с красным смещением свет. Вот оно здесь записано, ефти-минютер. И станет близка к энергии покоя электронов. Таким образом, квазар светит не только в радиодиапазоне, куда смещается его тепловое излучение, как мы уже рассмотрели на ярких радиостачках, но он также и светит в рентгеновском диапазоне. А вот тормозной характер излучения как раз и объясняет отсутствие спектральной линии, которая наблюдается экспериментально. Таким образом, мы спектры, квазар, практически все его характеристики получили. А теперь о темной материи. Вот этот поток обратно выталкиваемого газа идет примерно с постоянной скоростью, потому что соблюдается равенство вот этих сил, силы тяжести и давления излучения. Здесь D это диаметр частицы. Поэтому, поскольку ГАМ, ДДЖ и интенсивность примерно пропорционально меняются, то и ГАМ или скорость примерно постоянна. Вот при таком приближении постоянной скорости плодость вещества убывает по закону единицы деленной на r квадрат. Понятно, да? Потому что постоянная скорость, поэтому слой размазился по сфере радиуса r, то плотность там будет единицы на r квадрат. Если мы проинтегрируем такую плотность, а это элемент объема, 4p квадрата r, после значения и интегрирования мы получим массу пропорционально радиуса. Вот именно такое расстреление массы обеспечивает постоянство скоростей звезд в галактике, окружной скорости в галактике, которая, так сказать, не зависит от радиуса. Но в действительности скорость потока замедляется, потому что давление излучения еще инкранируется с самим потолком. И это приводит к тому, что скорость измедляется, и плотность растет быстрее, чем единицы на r квадрат. И масса шаров быстрее растет, чем профессионально р. Поэтому экспериментально наблюдаемые скорости не просто горизонтально идет эта линия распределения скорости, а она растет. И особенно этот рост заметен на краю, потому что там поток тормозится и поворачивает обратно. Цифры повторяются все, но это стационарный такой, душ идет. И вот этот край этого полевого шара, он получается резко очерченным, потому что здесь плотность материи, темной материи. она наиболее высокая. И эти области, резко очерченные области, рассеивающие рентгеновское излучение центрального коллапсара Млечного Пути, зафиксированы телескопом Ферми Американской. Вот эти полосы здесь нарисованы, но это иллюстрация. Здесь центральная симметрия нарушена, потому что в плоскости галактики есть большое поглощение. Поэтому ближе здесь нет. А вот почему? Потому что центральная часть галактики всегда окружена плотным кольцом звезд, пыли. И там, в общем, в плоскости галактики получаются большой поглощение. Ну вот, теперь я в теореме Нютер. Значит, рассмотренные процессы в окрестнице Квасаров заставляют думать, что там происходит наработка энергии и массы с нарушением закона сохранения энергии. А как это согласуется с теоремой Нютер? Ну, напомню. Теорема Нютер утверждает, что в каждой симметрии нашего мира соответствует некоторый закон сохранения. Закон сохранения энергии следует из однородности времени, то есть в трансляционной симметрии. Но процессы в окрестнице Квазаров как раз нарушают однородность времени, в соответствии с этим постулатом, когда масса Вселенной увеличивается, тот потенциал углубляется, и время идет все медленнее и медленнее. Поэтому ссылка на теорию Нютер не защищает закон сохранения энергии. Закон нарушается. Мы еще сделаем оценку, на сколько это нарушение идет. Вот сейчас мы будем говорить о разбегании по галактике. Следующий пункт нашей программы. Процессы в окрестнице Квазаров приводят к росту массы Вселенной и ее минимального радиуса. Да? Поэтому мы можем, естественно, предположить, что чем больше массы Вселенной, тем больше Квазаров, и тем быстрее производится масса. Поэтому ДМПДТ можно использовать как масса Вселенной деленной на лифтопроцентал. А теперь мы можем получить скорость расширения внешней границы. Продифференцируем Р минимум по времени. Здесь переменной только масса является. Поэтому ДМПДТ мы запишем в соответствии с предыдущим как М на Тау. И вот в этом выражении взятом в рамочку МЖ на С квадрат это как раз Р минимум. И мы получали за Квазаров скорость пропорционально расстояния. Отделенные на Тау. Ну, это значит, H это Тау в минус 3-ая степень. Но мы на этом не останавливаемся, а вторичную дифференцию мы находим ускорение. Да, а как это все-таки с другой точки зрения физической точки зрения? Значит, ну, хотя это, конечно, понятно. Минимальный радиус расстояния, да? Но, с другой стороны, это придется... Второй вариант это понять. Это стоит в том, что в углублении потенциала эталон трины сжимается. Поэтому измерение расстояния до далеких вилактик приводит к увеличению расстояния. Расстояние растет и растет. Потому что наша Вселенная продолжает... Раз масса Вселенной продолжает расстояние. Вот. Повторное дифференцирование дает форму для ускорения. Вот. В той формуле, которая была предыдущая, да? Вот это вот. Здесь только масса зависит от времени. Поэтому мы все те же консистанты получаем. Вот они. И ДМКДТ, который мы снова заменяем на М на Тау. И у нас в части R минимум, деленное на Тау квадрат. То есть ускорение идет... По сакону очень похожий на закон Хаббла, где Хаббл в квадрате. Постоянно Хаббл в квадрате входит. Ну, в общем-то, если бы мы просто закон Хаббл протифицировали, во время мы тоже получили то же самое дорогое. Надо вот иметь в виду очень важное, что вот этот Хабблский разлет в галактике не является движением. Это сжатие эталонной длины. В действительности наша галактика продолжает... Вселенная наша продолжает коллапсировать. И она во внешнем мире занимает все меньше места. Возможно, там она просто незаметна. Но рост массы приводит к тому, что наш эталонной длины еще быстрее сживается, и мы наблюдаем видимый... А это и есть реальное расстояние в нашем мире. Потому что у нас такой эталон длины. У нас все в соответствии находится. Теперь мы можем оценить суммарную мощность Хвазаров. Вот. Значит, известное значение постоянных Хаббла позволяет определить Тау. Вот оно получается, Тау такое. Ну, и поскольку масса Вселенной тоже имеет оценку, то мы делим эту массу на Тау и получаем скорость производства массы. Вот этот расчет просто показывает, что в секунду все квазары вместе производят 3 миллиона масс Солнца в секунду. Вот такой масштаб отклонения от закон сохранения нервы. В следующей задачи нам надо разобраться с вопросом на спутниках глазах. Следующая задача — это фактически объяснить природу в гаммах-склесках. Значит, идея такая, что гаммах-склеск происходит при столкновении небесного тела со спутником, который находится на очень глубокой орбите, вблизи Калапсара. Вот по Эйнштейну там долго ниже, там все падает прямо. От центра — это секунду, буквально все и уже там. А здесь так не получается, потому что здесь поле совсем другое. Значит, существует два механизма, ограничивающих время существования спутников. Это приливный механизм с притеканием вещества, и второй механизм — излучение коррекционных пунктов. Вот эти механизмы, я сейчас не могу эту математику все показывать. Она в приложении к статье вся вынесена. Поэтому, если вы будете читать статью, вам будет легко читать. Она не перегружена в математике, все вынесено к приложению. Если недоверие какое-то возникает, вы посмотрите приложение. А так читаете легко. Значит, эти механизмы ограничивают существование спутников сроком 10-7 лет. Это очень маленькое время по космическим меркам. Однако, это локальное время. А для земного наблюдателя соответствующее время увеличено в Z-раз. И может составлять в 10-15 лет. Это уже колоссальное время даже по космическим меркам, по космологическим меркам. Здесь 15-е лет. Поэтому велика вероятность обнаружения таких спутников. Ну и, конечно же, Беркасы и обнаружили огромное количество звезд в непосредственной близости от сверх-черной массивной черной дороги в соседней галактике. Там больше 400 звезд. Сколько мы могли даже разделить? Больше 400 звезд. И возраст, который по спектру определенно, больше 200 миллионов лет. Так что их это было сильно удивило. Но для нас это результат ожидаемый. Теперь можно говорить о Камос-Петске. Значит, у нас... Камос-Петске... Значит, я вот, может быть, не характеризовал, что такое Квазар. Я, может быть, не следовало бы это сделать, да? Значит, один Квазар светит, как сто нашей галактики. Один Квазар. Поэтому сначала думали, что Квазар — это скопление звезд. А в действительности оказалось, что он может мерцать. А вся галактика не может мерцать. И нельзя синхронизовать. Поэтому выяснили, что Квазар — это все-таки компактная вещь. Потому что она пусть сидит. Вы знаете, у меня второй доклад очень коротенький, а он сверху ведет, да? Поэтому обязан закрутить, да? Здесь уже тоже немного. Так. Вот, значит, я обосновал, что спутники могут очень долго жить на внутреннем арбиту. Поэтому мы можем допустить, что при столкновении небесного тела что произойдет? Энергия небесного тела будет во много раз больше, чем энергия покоя. Эта энергия тоже посчитана в приложениях. Очень трудно все. Здесь все расчеты чисто аналитические. Там нет машинных расчетов, где можно получить все, что хочет. Так что нам нужно с доверием относиться к этим расчетам. Теперь можно с достаточно точностью для оценки допустить, что киетическая энергия тела, вот эта киетическая энергия, небесное тело, типа своему самому, превратится в энергии излучения. Это две группы оценки. При выходе из потенциальной ямы излучение получит красное смещение. И его энергией всталит, вот, когда мы умножим эти вещи, то у нас останется НС квадрат, то есть энергия покоя небесного тела. Вот такова энергия вспышки. А гамма-всплески обладает вот такой чудовищной энергией, как если бы Солнце аннилинировало в течение 30 секунд. Такая полуциальная энергия выделяется при гамма-всплесках. Причем это явление происходит часто. Оно раз в сутки примерно. И оно наверняка, при столкновении, это же гравитационный волк. Если кто ищет гравитационную волну, они должны ориентироваться своим темно на гамма-всплеск. Его регистрировать легко, его все. Так что, если они есть, то их можно зарегистрировать. Потому что гамма-всплеск – это мощнейший источник гравитационных волков. Это совсем не то, что там, у них данный спутник будет приближаться и там тоже надеяться получить что-то. А это гавитационный источник. И так. А теперь характер. Спектр гамма-всплеск. Ну, здесь тоже максимальная энергия тормозных квантов равна типической энергии. При выходе она уменьшится и, значит, равна энергии, значит, максимальной энергии будет равна полмейла. Так что, гамма-всплеск – смесь к регионскому значению. Вот эта фотография показывает, что гамма-всплеск произошел в центре галактики. И это как раз соответствует нашим представлениям о том, что происходит столкновение со спутниками, движущимся по глубоким орбитам. Только в этом случае небесное тело может набрать элективистскую скорость, сверхэктивистскую скорость. И будет энергия в порядке, на выходе уже энергия, в порядке энергии покоя небесного тела. А длительность, в принципе, тоже нужно же получить экспериментально, да? Ну, как мы можем это осчитать? Мы можем диаметр небесного тела разделить на его скорость. Она близка от скорости света. Поэтому длительность столкновения будет вот такой. Но для земного наблюдателя этот процесс будет длиться дольше. Взять раз. Вот в этой формуле 9.11 величины Е в степени минус Фи и Д, и диаметр, они, конечно, варьируются в широких пределах. Поэтому и гамма-сплески варьируются в широких пределах, от 30 секунд до нескольких дней. Все параметры гамма-сплеска, какие можно было, я рассмотрел. Вот здесь показан гамма-сплеск, которых есть уже 8 дней. Ну, немножко я, как сказать, должен покритиковать теорию относительности Шпиненштейн. Значит, фундаментальное положение общей теории относительности и специальной теории относительности, это утверждение о том, что интервал, фиор был один, интервал, инвариантен по отношению к преобразованию кардинал. Мы покажем, что это не так. Есть случаи, когда это нарушается. Что это за случай? Вот мы рассмотрим интервал, который разделяет два бесконечно близких положения одной и той же звезды, которая находится на большом расстоянии. Для такого случая мы можем dr писать как rHabla на dtr. Так что с одной скоростью я могу сравнивать rHabla. И если r достаточно велико, то rh будет больше, чем c. И, следовательно, в первом уровне под интегралом будет стоять отрицательная величина. То есть интервал будет маниевым. Достаточно перенести начало кардинал поближе к этой звезде, как интервал sin действительный. Потому что rH будет меньше, чем c, и у нас всё будет нормально. Так что не учитывать закон Хаббард, который мы получили теоретически здесь. И что нам пришлось? Эляндер – член вводить. Вот он говорил, это моя самая большая ошибка. Потом дева сливы он снова вводил. Но он всё-таки, мне кажется, честный человек. Он всё-таки попытался написать скалярный на древо ританских, потому что его не устраивало. Ну, просто его, по-моему, зааплодирует человек. Ну, хорошо. Ну, ладно. Нет, хорошо. Значит, вот эта проблема устраняется введением третьего постулата. Ну, вот. Значит, я хочу подвести итоги данного с этого. Доклад, в котором я представился так ясно представление. А теоретическая модель с её тремя постулатами. А силе тяготения, как следствие замедления времени при приближении к небесному телу. А коллапсы и коллапсары с их конечными физическими характеристиками и нарушением второго закона термодинамики. Потому что внешние звёзды, относительно холодные, нагревают коллапсар в любую температуру. Пока не остановится вот это... Пока традиционное излучение не сравняется с гравитационным. Поэтому там, получается, высокий температур. Здесь седьмой, здесь восьмой и больше. Даже для себя очень лёгкая звезда. Так. О причинах... О ярких радиоисточках. Тоже понятно, да, что? О природе квазаров и нарушениям закона строения энергии. Которая при этом согласуется с телем и нюдером. Потому что, по третьему постулату, время у нас зависит от потенциала. Поэтому наработка энергии и массы подглубляет потенциал и время замедляется. Время неоднородно и всё согласуется. Короче. О причинах ускоренного разлёта галактики. Которая не является движением. А является следствием сжатия эталона длины. Вызванная деятельностью квазаров. Это так же, как если мы задерживаем Венеру. И луч проходит вблизи Солнца. То задержка появляется. Но это не значит, что Венера сошла с орбиты. А это значит, что эталон длины здесь сжался. И у нас это расстояние увеличилось. Так что, это изменение расстояния между телами вызывается как движением, так и изменением эталона длины. И это обязательно нужно учитывать в приколах. Чего общая разносительница, конечно, не делает. И поэтому там всё сжимается к нуру. Там идёт стабильность, которая не связывается с контртеорией. О переводе тёмной материи и её пространственного распределения, которое обеспечивает наблюдаемое орбитарийского расстояния, звёзд в галактике. Потому что нам мало предполагает, что есть тёмные. Вот, раз они там не так движутся, значит там какая-то масса присутствует. Но надо же не просто, чтобы она была определённым образом распределена, а вот такой разлёт, центральный разлёт потока пыли, он как раз и обеспечивает такое распределение космоса. Но надо, конечно, не обратный поток тоже учитывать, я добавляю свои слова. А большой вероятность существования спутников на глубоких орбитах в окрестности массивных квазаров, расположенных в центрах галактики. Там интересная особенность. Если молодая чёрная кора, маленькая, не наросла ещё массовая, она очень прожорная. Молодой кот, а старый кот, он уже хоть не лучше поделать под носом, не надо ничего. То есть он свои спутники очень неохотно вращает. О природе галактики всплеска, и длительности энергии спектра. О причине ограниченной погибности Тернинштейна. Мы ограниченными законами Сахалинны. Ну, пожалуй, это, пожалуй, всё, что я хотел сказать. А что Вы можете сказать о галактиках с фиолетовым смещением спектра? Как Вы хотите перетворить? Не думала бы. Ах, не думала бы. Так будет, это интересно. Знаете, правда, я в 2008 году уже поначал. Вы говорите о галактире галактики и галактике, как замедления времени. Что? Расскажи. Это процесс, да? Я ответил сейчас. Хорошо, я ответил сейчас. Я ответил сейчас. Я ответил сейчас. Значит, можно сравнить время, например, одного оборота Земли по часам расположенных на башне и по часам, расположенным на земле. Значит, поскольку здесь частота больше, а частота это число волн, деленное на время. Число волн излученных за один оборот Земли и число волн принятых должно быть одинаково, правда? Потому что они же не накапливаются. Здесь волны разной частоты. Нет, нет. Если сравнивать по времени. Да, нет, нет. Смотрите, это да, это существо. Число волн излученных за одинаково, иначе их число будет накапливаться с каждым оборотом. Сколько волн одной частоты надо брать? Их можно суммировать только одной частоты? Здесь нет одной частоты. Она всё время меняется на всем пути. Только число может быть. Это спектр, вы говорите, а сложность исполнится. Нет, это спектр. Здесь на каждом расстоянии своя частота строго определена. Вы, наверное, не убедитесь, что число волн излученных за один оборот, оно равно числу волн принятых. Это, по-моему, понятно. Потому что они же не накапливаются между источниками и приёмными. Поэтому число одно и то же. А раз частота меняется, и это показано экспериментально, значит, они приняты за более короткое время. Поэтому я и утверждаю, что время замедляется. Вот это время измерения от того и того же события. Оборота Земли вокруг связи. Вот в этом смысле. Да, слушайте. У меня несколько вопросов, если бы позволите. Я не очень точно помню эксперимент Тадоиканцев при бросании тела на шахты. Но там меняется ускорение, они учитывали это? Нет, 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 это другое. А другое? Другое. Там, значит, Эксперт Монсбавер используется. Это, значит, Монсбаверские ядра. Они обладают тем способом, что если заморозить кристалл, то отдача при излучении кванта, она передается на весь кристалл. Поэтому отдача практически не влияет на... То есть это другое эксперимент? Да, да, да. Но я думаю, все равно интересно, да? Сказать или не надо? Все знают? Это эксперимент. Еще раз. Известны в 60-е годы эксперименты по обнаружению гравитона, как предполагалось. Я не найден в соответствии скрупиона, то есть в центре галактики нашей, как будто бы. Но было доказано, что на самом деле это ошибка, и после галактики никто их вообще не получал. Не связано ли это с гамма-сплесками? Вы говорите, что одиночные разводы бывают? Нет, не связано. Чаще всего там в центре галактики. А, я понял вас, понял. Да, 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 да. Я сейчас попробую. Да, конечно, здесь все, что хочешь, может. Получится, мы не можем ткать, потому что при таких энергиях с ближином, да? Ни один, скорее даже коллайдер не даст таких энергий. Потому что здесь пассатель, просто бифротон там... Ну, то есть, одноизначатель. Да. Десять шестой... Десять шестой, это... Мер... Подмонтировать. Тер... 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 Выбор определен. Часточность отключения. Это порядка десять четверых электрон вольт на сантиметр. Тер... 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 Ну, хорошо. И, да, еще вопрос, если позволите. Вот в нашей галактике, я уже не помню название этих квазаров, было, по-моему, два квазара, у которых красное смещение в несколько раз, по-моему, до порядка. Больше, чем у удаленных, хотя по Хабблова, казалось бы, должно быть наоборот. Вы как-нибудь прокомментируете? Не знаю. Я... 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 Вы fundo... То есть, звук значит, два раза, это Z равно единицы. В нашей галактике... 13 милиарда... В нашей галактике мы пренебрегаем этим красным смещением... Как может. Вы пренебрегаете, а квазар это... А квазар, это квазар... Вы объясняйте миленько, я говорю о факте, которые опубликованы. Они... Он... Не мне? Никаких? Экква... Это галактика. Я задам вопрос, и не бан what? Продолжайте так вот. Юрия Ивановичи, прав bundinho б с desafидитом. Вселенная и расширяется, и сжимается в процессе эволюционного развития. Но как вы охарактеризуете вот такой факт? Хаббл в свое время обнаружил на основании красного смещения, что далекая удаляющаяся галактика ускоряется. С другой стороны, от этой галактики на таком же расстоянии, на подобной планете находился другой астроном, и смотрел приближающуюся к нему галактику с фиолетовым смещением. Он считает, что галактика не ускоряется, а наоборот замедляется. Еще добавлю, чтобы вам было ясно. Каждая галактика входит в состав группы галактик. Каждая группа галактика входит в состав скопления галактик. Дальше сверхскопления галактик. Колоссальная гравитация, которая не дает отдельным галактикам удаляться. Это первый мой вопрос. Как вы это объясните? Второй вопрос. Насчет роста массы Вселенной. Наша Вселенная закрытая система. Внутри нашей Вселенной никаких количественных изменений массы быть не может. Почему? Потому что Вселенная имеет 100% массы. 4% приходится на космические, макро и микро мира тела. И 96% это темная материя. Темная материя это другое состояние материи, которое мы не можем определить. Здесь я же сказал, что это материя, потому что она мой взгляд. Я говорю свое. Значит, может быть только одно явление. Переход материи из одного состояния в другое, и количество материи во Вселенной не может изменяться. Закон сохранения массы и энергии следует из того, что время однородно. Но если мы нарабатываем массу и углубляем потенциал Вселенной, то время замедляется, то есть оно становится неоднородным. Поэтому и нарушение закона сохранения энергии, которое я вот здесь сначала очень в простой форме показал, это что... Второй докладе здесь мы не поставим. Да? Все, извините, потом. Существует такая задача, над которой... В МВУ, там эту группу, под командами, так сказать, Садовничева, работает, они считают, что это очень большая сложная задача. Это определение корзина космического корабля в космосе, которая, например, особенностью, если он улетел далеко от Земли, так сказать, да? То есть нету сверху очень долго, да? Это же, может быть, годами надо будет ждать сигнал, который туда свернется, а ты уже улетишь дальше, да? Это значит, метод не подходит. А вот этот метод, я полагаю, использовать пульсары. Использовать пульсары. Пульсары обладают необыкновенно высокой стабильностью импульсов. В общем, это очень высокостабильный импульс. Теперь принцип какой? Представим себе, что в начале координат есть один счетчик импульсов, а другой расположен на ракете. Число импульсов будет отличаться, потому что ракета, например, если летит навстречу импульсам, то вот эти импульсы между началом координат и ракетой, они уже посчитаны на корабле, но еще не посчитаны в начале координата. И мы легко, если это число будем знать, то мы сможем открыть расстояние, которое просто равно x умножить на интервалный же импульс. В простом случае интервалный же импульс. Теперь, а как это нужно сделать? Если мы просто будем считать импульсы на космическом корабле, это будет n, который я здесь посчитал. А вот это мы должны теоретически вычислить. Просто время делим на период, который для начала координат известен. Поэтому мы вот это дополнительное число импульсов легко вычисляем. То есть мы просто считаем импульс и время, хорошо это меряем. И тогда мы получаем легко дополнительное число вот этих импульсов и расстояние вдоль соответствующей оси координат. Ну, если у нас там три кваза, то есть пульса, то также таким же способом мы определяем и смещение по другим координатам. Ну, вот и все. Есть доклад. До одного стихня. Импульсы, которые идут от пульсаров, как версовые столбы. Ты едешь, и видишь на каком расстоянии. Если у нас хорошие часы, то мы берем 3 пульса, а если 3 часа, то лучше 4 пульса. Только у нас более сложное отменение, которое верим